В эфире программа интервью в студии Анастасия Лизаревич. Здравствуйте. Более полутора тысяч тюменских пенсионеров находятся на соцобслуживании при областном геронтологическом центре. Большая часть из них – это одинокие люди возраста 55+, которым потребовалась помощь во время режима самоизоляции, объявленного в регионе еще в начале марта. Как изменился режим работы в это непростое время? Об этом поговорим сегодня с заместителем директора областного геронтологического центра Светланой Юрьевной Малаховой. Она на связи со студией. Светлана Юрьевна, здравствуйте. Скажите, работы за это время прибавилось? Конечно, период достаточно непростой. И мы, как и все, в общем-то, организации, учреждения, работающие в такой сложный период, конечно, перестроились, поскольку вообще вот в нашем учреждении на обслуживании находится категория, которая сегодня наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом. Поэтому, конечно, мы предпринимаем всяческие действия для того, чтобы это избежать. Поэтому это, конечно, своего рода сложности, трудности, определенный риск. И поэтому мы вынуждены были перестроить вообще свою работу. Какие услуги были востребованы? Конечно, в первую очередь сегодня это психологические услуги, то есть это психологическая поддержка граждан, поскольку все мы без исключения оказались действительно в трудной и сложной ситуации, когда на нас свалился вот этот вот злосчастный коронавирус, о котором в начале пути никто ничего толком не знал. Конечно, была и паника, были страхи. И, конечно, были очень востребованы, да и сейчас, в общем-то, психологи нашего учреждения, которые оказывают всяческую психологическую поддержку гражданам, оказавшимся вот в таком состоянии, да, даже близко к депрессивному состоянию. Поэтому, прежде всего, конечно, это психологическая поддержка. Ну и поскольку все-таки наше учреждение занимается социальным обслуживанием, эти услуги никуда не ушли, поскольку граждане, которых обслуживает наше учреждение, находятся, они одинокие, помочь им некому. И, кроме нашего учреждения, конечно, подхватить и поддержать их вот в такой сложный период, конечно, некому. Поэтому данные услуги никуда не ушли, и мы также продолжаем обслуживать наших граждан на дому. То есть это вот все так же и осталось. Если работа на дому, получается, трудиться на удаленке для вас не вариант. Почему нельзя было отказаться от личных контактов? Ведь это риск. Ну, конечно, дистанционный вариант не наш, поскольку все-таки в первую очередь задача областного геронологического центра – это поддержка и организация ухода за одинокими, одиноко проживающими гражданами. В основном это граждане пожилого возраста за 65 плюс, которые сегодня у нас находятся в самоизоляции и которые в силу своего состояния здоровья, действующих указаний и постановлений выйти из дома не могут. Конечно, мы привыкли и за руку подержаться, и где-то по плечу погладить, и где-то приобнять, и социального работника пожилого человека с тем, чтобы поддержать. Но вот сегодня стараемся этого не допускать, поскольку все-таки ситуация диктует другие условия. Поэтому сегодня мы стараемся бесконтактно оказывать услуги. И в основном услуги остались до доставки продуктов питания, уборка в доме, да, тоже с применением бесконтактных методов. Поэтому, конечно, сегодня всячески перестраиваемся и стараемся поддержать наших пожилых людей. Поэтому мы на передовой сегодня и объемы не сокращаем, и поддерживаем людей вот в такое трудное время. Работаете, сами говорите, на передовой, работаете с группой риска. Все ли меры безопасности, как положено, соблюдаются? Ну, в первую очередь, наши сотрудники все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это, во-первых, маски, это перчатки, это антистептические средства. Разработаны и проинструктированы социальные работники вообще, как правильно оказывать услуги бесконтактным методом. Граведена очень большая работа с пожилыми людьми для того, чтобы они все-таки до конца поняли и приняли ситуацию, которая сегодня сложилась у нас в стране, и принимали те условия, в которых сегодня работает наше учреждение. Поэтому было время притирки и приема этих условий пожилыми людьми. Но на сегодня вся работа выстроена, поэтому работают вот таким методом с применением средств индивидуальной защиты. Пожилые люди это понимают и принимают, потому что сегодня вот как-то как-то так не работает. Понятно. А если у людей старшего поколения возникают экстренные вопросы? Соцработника нет рядом, соцработник еще не пришел. Как быть? Когда сложилась эта ситуация, при областном геронкологическом центре и при поддержке иных учреждений социального обслуживания была организована горячая линия. Она и работает до сих пор, поскольку ситуация у нас еще остается сложной. Телефон горячей линии – консультационный пункт для граждан пожилого возраста и инвалидов. И в течение вот этого всего периода мы приняли более 15 тысяч звонков по разным вопросам, начиная от того, что такое коронавирус, как с этим быть, как с этим жить, как от него обезопаситься. Кроме этого, на горячей линии мы принимали заявки от самоизолированных граждан. 65 плюс – это услуги по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, потому что действительно выходить из дома нельзя, но жить нужно. Поэтому огромное спасибо волонтерам, которые активно подключились к этой работе. Поэтому при поддержке департамента социального развития Тюменской области такая работа была организована и ведется до сих пор. Поэтому пока еще потребность в данной услуге не ушла, и будем работать до той поры, пока в этом есть необходимость. Телефон горячей линии 8 800 201 41 41. Поэтому она работает, она действующая. И по всем вопросам, касаемым сегодняшней ситуации, можно обратиться смело и получить профессиональную консультацию. Кроме соцобслуживания на дому, я знаю, что в геронтологическом центре много работы ведется по проекту «Активное долголетие». Это и модель 55 плюс, и всевозможные курсы типа ландшафтного дизайна, суши. Мы не раз снимали такие репортажи. Скажите, в пандемию проект остался? И если да, то в каком формате? Да, конечно, это также одна из главных задач областного геронтологического центра «Активное долголетие» для граждан пожилого возраста. Но сложилось так, что все наши активисты как раз попали в ту категорию 65 плюс и вынуждены были сидеть и сидят дома. Поэтому, конечно, оставить их без внимания это было бы неправильно. Поэтому все эти проекты, которые реализуются областным геронтологическим центром, были переведены в онлайн-режим. И как раз в этой ситуации проявились наши пожилые люди со своим желанием быть полезными, узнавать что-то новое. Даже те, кто как огня боялся у нас компьютера, они вынуждены были сегодня освоить азы компьютерной грамотности и подключиться к нашей онлайн-работе. Поэтому очень активная и интересная жизнь ведется на волнах интернета. И все те проекты, которые действительно звучали и звучат, они сегодня плавно у нас ушли в онлайн-режим. Ну, например, это вот замечательно наши гиды-волонтеры. Бабушкин Варкаут, очень интересно, они запустили флешмобы, лайфхаки, которые могут использовать пожилые люди. И находясь дома для того, чтобы укрепить свое здоровье. Бабушки особого назначения, они интересные ролики выпускают и делятся опытом части безопасности жизни. Особенно это сегодня актуально, когда мы находимся дома, то есть это безопасность в быту. Не остались имунистрами, то есть наши специалисты и профессионалы своего дела сегодня выпускают также мини-ролики для граждан пожилого возраста, для профилактики когнитивных нарушений. Поскольку эта работа нами тоже активно проводилась в офлайн, сегодня мы перешли в онлайн и предлагаем небольшие ролики, очень понятные, доступные для пожилых людей с тем, чтобы они могли использовать это дома и укреплять свою когнитивку, не дать развиваться деменция, вот такому серьезному заболеванию. Интересно, Светлана Юрьевна, а после снятия всех ограничений, вот этот новый формат работы со старшим поколением, останется ли он и что будет онлайн? Живой формат, конечно, ничем не заменив, все-таки, зная наше старшее поколение, которые привыкли общаться вживую, глаза в глаза, поэтому, конечно, от этого отказываться не будет, и это основное направление деятельности. Но при этом сегодня вот тот онлайн режим, в котором мы находимся, он также зарекомендовал себя вполне приемлемым для нашего старшего поколения, поскольку с подвиг кого-то обучиться, чему-то научить, освоить какие-то новые методы и направления. Сегодня наши пожилые люди не только осваивают тот же квартал старшего поколения, они идут дальше, они находят какие-то интересные материалы, они находят новые порталы, они сегодня самообразовываются. У них, благодаря коронавирусу, на это появилось свободное время, и это очень замечательно, но все равно живое общение, оно останется, конечно, но при этом онлайн общение мы, конечно, оставим, и будем идти с ним в параллели, комбинируя вот наши мероприятия вот с различными методами. Думаю, в дальнейшем это должно быть еще более интенсивно, интересно и более качественно. И от коронавируса есть польза. Скажите, какие-то новые проекты сегодня для старшего поколения вообще готовятся? В первую очередь, конечно, мы сегодня активно работаем над созданием системы долговременного ухода, и активная работа проводится в отношении тех граждан, которым сегодня необходима постоянная посторонняя помощь. То есть это не просто так, что пришел, ушел, поухаживал, да, а это очень такая серьезная система, в рамках которой мы планируем повысить качество ухода, создавать более благоприятные условия дома, с тем, чтобы человек все-таки реже попадал в стационарные социальные учреждения. Для тех, кто смотрит наш эфир, заинтересовался, но не знает, как вас найти, давайте напомним, как это можно сделать. Да, областной герметологический центр располагается по адресу город Тюмень, улица Карла Маркса, 123. По вопросам вообще, касающимся и социального обслуживания, и активного долголетия, можно обращаться по телефону 51-50-56. Либо по телефону горячего дня, который я уже озвучивала ранее, 8 800 201 41 41. Светлана Юрьевна, спасибо вам большое. Будем ждать скорейшего снятия всех ограничений. А я напомню, сегодня мы говорили о работе областного геронтологического центра в период пандемии заместителем директора Светланы Юрьевны Малаховой. В эфире была программа «Интервью» в студии Анастасия Лизаревич. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова